Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! И в ближайшие пару минут мы отдадим дань уважения старичку и познакомим вас с тем, как у него обстоят дела. Начав с того, что киновселенная и Роберт за два года после финала здорово разошлись курсами, Роберт со своей стороны этим летом внезапно отписался от своих коллег по Марвел в социальных сетях, что вызвало преувеличенный шквал негодования от фанатов. Разумеется, ни с кем Дауни не ссорился, более того, он до сих пор дружит с Томом Хохландом и не так давно записал с ним совместное благотворительное видео. Просто Роберт перестал быть главным лицом киновселенной. Это больше не приносит ему денег, а бизнес, знаете ли, есть бизнес. Вот и удалил актер большинство напоминающих о Марвел вещей из соцсети, чтобы не делать бесплатную рекламу. Ведь она, если что, в соцсетях стоит больших денег. А киновселенная, к сожалению, ответила тем же. И за два года из фильмов и сериалов мы узнали лишь, что Железный Человек – корень всех проблем. И без него Марвел якобы было бы гораздо лучше. Тони Старк успел лишь отметиться рекордом по смертям в мультсериале «Что если?» А в остальном фильмы его и упоминать толком перестали. Даже Человек-паук 3, судя по всему, пройдется по Тони лишь мельком. Билеты на первые сеансы «Нет пути домой» расхватывают, как горячие пирожки. Наплыв фанатов оказался настолько большим, что сайты многих крупных киносетей просто рухнули спустя пару минут после старта продаж. До громкой премьеры осталось совсем чуть-чуть, а значит, самое время подготовиться к фильму. Специально для этого ВКонтакте запустили уникальный хаб, полностью посвященный третьему сольнику паучка. Зайдя в него, вы сможете украсить свой профиль эксклюзивным статусом, а также получить приятный бесплатный подарок ВКонтакте. А для тех, кто хотел освежить память о прошлых частях Человека-паука перед походом на «Нет пути домой», внутри хаба вы найдете клипы, из которых можно не только услышать краткий пересказ основных событий, но и узнать о море интересных пасхалок, которыми забита киновселенная Марвел. Но и это не все. Все желающие могут проверить свои знания, приняв участие в тематическом квизе, посвященному паучьей вселенной. А с 6 по 26 декабря можно еще и выиграть крутые призы, поучаствовать в небольшом конкурсе клипов с маской Человека-паука. Для этого будет достаточно просто включить уникальный эффект, применить маску Человека-паука и ждать результата розыгрыша призов, который состоится уже 27 декабря. Жюри определит счастливчиков, которым достанутся подписка ВК-комбо, фанатский мерч, билеты в кино на фильм и даже тематический набор Лего. Так что теперь «Нет пути домой» можно не просто посмотреть, но и стать частью масштабного интерактивного события. Поэтому скорее кликайте по ссылке в описании, переходите в специальный хаб ВКонтакте, посвященный Человеку-пауку, и узнайте все о самом ожидаемом фильме года. В общем, по поводу отношений с Марвел все понятно. Роберт сейчас лишь изредка посещает в основном благотворительные мероприятия, где подписывает плакаты с Железным Человеком. Ни в интервью, ни во время пресс-туров своих проектов вопросы о возвращении в Марвел журналистам задавать не разрешают или просто на них не отвечают. Дауни периодически заглядывает на подкасты к своим друзьям, но общий посыл всех его высказываний о Марвел был озвучен еще в 2019-м, после финала. Комментируя конец своего контракта, Роберт пояснил, что 10 лет с Марвел были прекрасными, и он ни о чем не жалеет. Однако в последние годы работы пришлось тяжело, ибо Дауни чувствовал, как срастается с Тони Старком. Это нарушение главной заповеди актера, и по словам Роберта, состоится ощущение, что он банально устал. Дауни в заявлениях проводит между собой и Тони Старком черту. Если дословно «Я не являюсь парнем, которого вы видели, когда я снимал фильмы с этой студией». В итоге это привело нас к ситуации, где прямо никто ни о чем не говорил, но если покопаться в интервью и изучить действия актера и Марвел, понятно, что они не то чтобы обиделись друг на друга, они просто разошлись заниматься своими делами, чего Дауни очень хотелось. И он первым делом после «Железного человека» хотел запустить новую франшизу с собой любимым. Очевидно, чтобы доказать, что он и без Марвел может собирать миллиарды. Отснял доктора Дулиттла Роберт еще до ухода из Марвел. И, как и студия, не скрывал, что хочет сделать доктора новой большой серией фильмов. Актеры были подобраны мощнейшие. Том Холланд, Антонио Бандерас, Рами Малек, Селена Гомес, Джон Сина. Будучи продюсером, Дауни использовал свое влияние в Голливуде на полную. И с треском провалился. Фильм сопровождало кучи негатива, масштабные пересъемки, намеки, что Роберт слишком активно вмешивается в процессы бюджет, раздувшийся до астрономических значений. Вылилось это в 100 миллионов убытков для студии, средние оценки от зрителей и ужасные от критиков. Несмотря на то, что по данным источников Дауни настаивал на сиквеле, новостей о нем до сих пор нет. И, скорее всего, доктор Дулиттл во франшизу так и не превратится. Ну а Роберт отреагировал на провал фильма как хороший шахматист. Он не стал пороть горячку, подписываться на очередной громкий проект и рисковать репутацией. Дауни взял паузу и сосредоточился на продюсерских делах. У Роберта и его жены есть студия Дауни Филмс, которая за два года после Мстителей успела выпустить весьма крепкие проекты, к примеру, «Мальчика с оленьями рогами». Сериал получил зашкаливающие оценки от критиков и зрителей и даже номинации на серьезные премии. Также Дауни, наконец, выпустил «Нуар детектив» об адвокате Перри Мэйсоне. В главной роли он долгое время хотел сняться сам, но в итоге отдал ее, сосредоточившись на должности исполнительного продюсера. И получилось здорово, мы сами смотрели сериал и всем любителям детективов горячо его советуем. Есть у Перри Мэйсона номинация на «Золотой глобус», так что можно сказать, что продюсерская карьера Дауни-младшего после Марвел складывается весьма неплохо. Но, пожалуй, главный акцент актер разместил на реальном мире. Еще в 2019-м Дауни доказал, что является Тони Старком в реальности, запустив сразу несколько благотворительных и сложных технических проектов. Главным стал The Footprint Coalition, цель которого – очистить планету от мусора с помощью роботов и нанотехнологий. Правда, почти сразу грянула пандемия, и бизнес, как известно, взвыл. Однако сам Дауни во время локдауна дал интервью, где объяснил, что, сложив, руки не сидит. Напротив, актер рассказал, что постоянно проводит бизнес-встречи, курирует проекты и сейчас занят сильнее, чем когда-либо. Вообще, такие фразы произносят все звезды Голливуда, которые стараются залезть в бизнес, чтобы, ну, диверсифицировать доходы и не зависеть только лишь от своих ролей. Но отличие Дауни в том, что у него неплохо так получается. В начале 2021 года Роберт даже выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и там представил вполне реальный инвестиционный фонд. Вложиться в который может каждый, а сам фонд займется поиском перспективных стартапов, способных решать проблемы экологии планеты. Опять же, в отличие от большинства актеров, Роберт не только торгует лицом в благотворительных целях, он представил вполне себе серьезный бизнес-план. Согласно которому, Дауни отстегивает фонд очень значительные суммы из своих сбережений и доходов. Актер не раз светился в журнале Forbes и с помощью своей фирмы привлек финансирование для стартапов, занимающихся экологичной туалетной бумагой, мучными червями и удобрениями. Звучит, конечно, не совсем эпично. Но не стоит забывать, что в рамках мировой экономики многомиллионные гонорары Дауни копейки. И то, что он пытается решить хоть какие-то задачи, заслуживает всяких похвал. К счастью, с кино Роберт, несмотря на удачи в бизнесе, завязывать не планирует. Актер, напротив, в одном из последних интервью заявил, что в скором времени будет очень горячо в плане анонсов. И первый из них не заставил себя долго ждать. Ибо стало известно, что Дауни снимается у самого Кристофера Нолана. Старина Нолана анонсировал, что его следующий фильм сосредоточится на истории Роберта Оппенгаймера, отца атомной бомбы. О реальной истории мы говорили в видео на нашем историческом канале, которое вы можете найти по ссылкам в описании. А что до кино, главную роль в фильме Нолана сыграет Киллиан Мёрфи. Кристофер рассорился с Warner Bros. из-за неоднозначной ситуации с прокатом довода, который выпустили на HBO Max без его разрешения. И устроил настоящий аукцион, который в итоге выиграли ребята из Universal. Они, видимо, выдали Нолану полный карт-бланш по финансам. Ибо помимо Мёрфи, к касту присоединились Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Флоренс Пью и Бен Савди. Дауни-младший стал верхушкой на торте, и это, пожалуй, самая крупная его роль со времен Marvel. Пусть она с огромной долей вероятности и будет небольшой, но не крошечной, ведь если роли большинства актеров раскрыли, то Дауни и Дэймона хранят втайне. Обычно режиссер делает так, когда речь идет о важных для сюжета персонажах. Как было, к примеру, с тем же Дэймоном в Interstellar. Других подробностей, как это всегда бывает с Ноланом, пока нет. Известно лишь, что выйдет проект в июле 2023 года, за несколько недель до годовщины бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Фильм будет первым сотрудничеством Дауни-младшего с Ноланом и пока выглядит лучшим вариантом для перезапуска карьеры Роберта. Ведь в Шерлоке, Холмсе, Дауни, по большому счету, все равно играет Тони Старка. Эта франшиза тоже будет продолжена, но из-за пандемии многострадальная третья часть никак не увидит свет. Роберт еще два года назад начал активно пиарить фильм, отмечая годовщины выхода. И до сих пор выкладывает в соцсети кадры со съемок, подогревая интерес публики. Только вот двигается к выходу проект ну очень уж медленно. Сначала было непонятно, вернется ли Гай Ричи или же нет. В итоге Ричи не вернулся, и кресло режиссера занял его друг Декстер Флетчер, игравший у Ричи в фильме «Карты, деньги и два ствола». Режиссером Декстер является начинающим, однако уже успел отметиться неплохим «Рокетменом» и фильмом Эдди Орелл с Хью Джекманом. Так что по поводу качества грусти от ухода Ричи не возникает. Однако грустно, что в мире случилась пандемия. И по словам режиссера, в этот момент они только начали работу, все пришлось хлопнуть, однако кое-какие крохи деталей у нас имеются. Во-первых, фильм начнется спустя 9 лет после окончания второй части. Во-вторых, команда хочет уйти от мистики и погрузиться в первоисточник, сделав повествование более детективным. Ну а в-третьих, халтуру делать не хотят. Декстер Флетчер заявил, что Роберт Дауни-младший безумно вовлечен в проект и хочет, чтобы все было идеально. Поэтому ребята никуда не спешат и уже дважды переносили премьеру. Изначально она была запланирована на октябрь 2020-го. Позже фильм перенесли на декабрь 2021-го. Нетрудно догадаться, что и в эту дату фильм не выйдет. По состоянию на октябрь 2021-го съемки даже не начались. Однако все ответственные лица заявляют, что Шерлок не заброшен и рано или поздно все же выйдет на экраны. Правда, случится это, скорее всего, позже, чем Дауни сыграет в мини-сериале под названием «Сочувствующий». Роль в нем он получил пару месяцев назад, и проект ожидается серьезный. Речь о мини-сериале, которым займется создатель корейского олдбоя Пак Чан Вук. Курирует это дело HBO, которое ковать годноту любит. Ну а сюжет сосредоточится на проблемах наполовину француза, наполовину вьетнамца, который волей судьбы является шпионом в стране коммунистов в финальные дни войны. Основан сериал на очень популярной и годной книге. Однако стоит отметить, что роль Дауни-младшего не будет главной. Он в сериале выступит продюсером и появится с ролью второго плана. Но учитывая, как мы соскучились по Роберту в большом кино, и это звучит здорово. В общем, финализируя, можно отметить, что по Марвел Дауни не скучает. Как Марвел не скучает по нему. И пока сказать, кто больше проиграл от расставания, тяжеловато. Время расставит все на свои места. Ну а теперь вы знаете, чем занимается наш Железный Человек после ухода из Марвел. Если вам наша болтовня понравилась, мы будем рады вашему лайку и комментарию. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok